Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 марта и вот сейчас я хочу очень быстро рассказать, как я делаю вторую пересадку. Неделю назад я показывала вот такие лотки, где моя рассада уже сомкнулась и я говорила, что как узнать, что надо пикировать, значит она смыкается. Но когда ее распикируешь, я вот распикировала ее в ящички, ну в такие же лотки, не по стаканам, она снова разрастается и смыкается еще раз. И сейчас я расскажу, как я делаю вторую пикировку. Пикировкой ее назвать уже нельзя, это будет вроде как просто пересадка, даже не перевалка, потому что я не из одного горшочка в другой, а из лотка в стакан. Вот смотрите, если мы увидим, посмотрим вот на эту, после первой пикировки они у меня выглядят вот так. Семидоли у меня сохранены, то есть я их заглубляла почти по семидоли, потом при поливе, как я говорила, грунт осел, вот в таком они состоянии. И первый раз я их пикирую, я все подробно показывала, я полностью вытряхиваю из земли растения, укорачиваю корешок и голенький корешок пересаживаю. В другой лоток, то есть из загущенного лотка, из первого посева густого, я выбираю хорошие здоровые растения и рассаживаю их. Все. Когда они достигают вот такой вот густоты, я их начинаю рассаживать по стаканчикам. Вот у меня после рассадки. К сожалению, я торопилась, рассаживала, снимать было некогда. Вот следующую партию вот эту буду завтра-послезавтра пересаживать. Я вам покажу подробно, но сейчас скажу просто на словах. Вот при второй, когда второй раз я их уже рассаживаю, сейчас покажу. Видите, семидоли у меня уже нет. У меня нет семидоли, потому что я заглубила еще сильнее, но тут у меня совсем по-другому. Эти растения я уже не отряхиваю от земляного кома, я их просто вот так нарезаю порционно, так же как тортик. Вот прям ножом вот так вот разрезаю на квадраты, беру прям с землей, потом покажу. Семидольки убираю и заглубляю еще сантиметра на полтора, на два до первого настоящего листа. То есть первая пикировка от второй пересадки у меня в корне отличается. Я уже основной корень не тревожу, не освобождаю, ничего не прищипываю, ничего не отщипываю. Просто прям с комочком земли сажу в стаканчик, заваливаю землей и все. Но это вот не первые посевы, как вы понимаете, это уже обычные массовые посевы для тиблицы февральские. А первые посевы у меня вон там, видите, которые повыше, те уже повыше, те я распикировала давно-давно. А вот сейчас я занимаюсь пикировкой тех растений, которые будут высаживаться в теплицу, ну когда конец апреля, может быть начало мая. И им еще предстоит еще одна пикировка. Когда я увижу, что их пора переваливать в большой стакан полкилограммовый, я это сделаю. И сейчас сразу же, раз у вас возникнут вопросы, я знаю прекрасно. Сейчас сразу же в следующем видеоролике расскажу, как я узнаю, что пора их в полкилограммовый пакетик, ну этот стаканчик переваливать. Ну стаканчик или пакет из-под молока там всяко делают, обрезанную полторашку. И почему я именно вот этот промежуточный 200-граммовый стаканчик в него сначала рассаживаю, а потом уже в большой. Это очень важно, от этого зависит качество рассады. И вот благодаря вот этим манипуляциям мне удается вырастить их без применения различных вот этих химических добавок, минеральных удобрений, каких-то подкормок, не надо заморачиваться, пересадил два раза и все. И они естественным путем доходят потом до взрослого состояния. Все, следующее про маленький большой стаканчик.